Уникальность мы можем прочитать и увидеть в рейф-карте каждого человека. Вот в рейф-карте что мы видим? У нас есть то, что относится к нашей уникальности. Это 26 активированных кадонов из 64 ДНК. То есть это то, что имеет определенность. То есть мы рождаемся здесь для того, чтобы прожить, каким-то образом протранслировать, каким-то образом активировать в себе и реализовать то, что в нас активно, то, что закодировано и дано, то, что имеет определенность. 26 этих кадонов. И, соответственно, все остальные – это у нас потенциал, где мы растем. Это наша зона роста. Это там, где мы обретаем мудрость в нашей открытости. Конечно же, прежде всего, в открытости у нас тусуется ложное «я», темы ложного «я». Чем как бы неприятна тема ложного «я», прежде всего, это и почему оттуда себя нужно вытаскивать. То есть мы делаем… у нас есть психологический портрет. То есть когда мы читаем карту, в итоге, сейчас я перескочу, да, у нас есть психологический портрет двух структур. Вот. В чем смысл, да, вот этого, почему в ложное «я» и из ложного «я» нам нужно себя вытаскивать? Потому что когда мы из ума тусуемся в темах ложного «я», мы сливаем туда весь потенциал определенности. То есть весь потенциал определенности не работает, не проявляется так, как нужно. Он весь сливается в трубу, он весь сливается в таз для того, чтобы обслуживать ложное «я», поддерживать себя, по идее. И поэтому у людей начинается сначала у меня нет энергии, потом у меня нет здоровья, да, ну и, соответственно, как бы «я», получается, нет реализации, нет счастья и так далее. Вот. Потому что мы не там, где мы должны быть. А в тот момент, когда мы просыпаемся, вот это называется пробуждение, да, в дизайне, да, то есть мы пробуждаемся от иллюзии ложного «я», да, вот. И тогда мы можем начать реализовывать с опоры, да, на своей определенности. Мы начинаем реализовывать свой потенциал, то, что дано. И вот уже с опоры на свой потенциал мы можем обрести мудрость в открытости. И там мы можем вырасти. И, соответственно, в открытости у нас зона роста не ограничена. Поэтому те люди, которые сейчас критикуют знания дизайна человека за то, что оно, видите ли, их ограничивает, говорят, что вот вы там рассказываете нам механику, модели, шаблоны, то есть кто-то прописал мне, как мне жить, это какое-то ограничение. На самом деле это очень узкое понимание знаний. Как ты видишь, знания нас вообще ни в чем не ограничивают. То есть, пожалуйста, в понимании и знании того, кто ты есть, да, то есть как бы, ну, грубо говоря, вот он, я стакан, да, и очень глупо себе рассказывать, и будет очень несчастной жизнь стакана, если он будет пытаться быть, я не знаю, там, ну, не знаю, кем-то другим, да, собачкой на ножках, вот, воображать себя таким, да, вот. Он тогда будет очень несчастен. А вот если он начнет реализовывать себя как стакан, то тут у него открывается перед ним большой диапазон возможностей, где он может вырасти и кем он может стать. Когда мы смотрим карту, мы получаем, соответственно, два психологических портрета. Первый психологический портрет – это портрет определенности, это уникальность человека, да, то есть вот она, определенность. И, соответственно, второй портрет, который мы получаем при прочитывании карт, да, это психологический портрет ложного я. Психологический портрет ложного я – это то, чем очень сильно хочется стать. Вот, вот это вот нужно для себя вот четко понимать, почему это иллюзия и большая, на самом деле, тоже трагедия, если мы так и живем, пытаясь, по сути, стать кем-то, кем мы не являемся и не можем стать. Вот. И это, я считаю, что это большой подарок, на самом деле, у дизайна человека, чтобы четко понимать психологический портрет того, кем ты являешься, и понимать психологический портрет того, кем ты не являешься, да, потому что только поняв, кем ты не являешься, кем тебе не надо быть, да, чему тебе не нужно соответствовать, потому что как раз вот здесь, вот в темах ложного я мы все не одинаковы, вот, вот, собственно, вот за это я люблю дизайн, что мы очень четко понимаем психологический портрет одного, психологический портрет другого, и дальше, соответственно, когда мы убираем иллюзии, да, мы получаем ту самую зону роста, вот, и это клево, и вот, собственно, вот тот курс по трансформации, который вы проходили, вот там, собственно, вот все эти вещи мы с вами рассматривали, вот, то есть они там, получается, ты можешь встраиваться с этим знанием вот в любой поток, вот потоки тоже будем проходить, не только поток материального, да, то есть материального успеха, успешных отношений, успешного успеха реализации, да, денег, да, денег и всего прочего, в любой поток ты можешь встраиваться, да, просто с пониманием, кто есть ты в этом потоке и что ты даешь. Все, от тебя, собственно, требуется только это, вот, вспоминаем все время про стаканчик, да, то есть тогда, как бы, все становится прекрасно, пожалуйста, да, то есть просто выбирай, да, что ты хочешь в свой стаканчик налить, сок, воду, не знаю, мартини, без разницы, вот, ну, вопрос твоих амбиций тогда получается, и все. Вот, вот, практический аспект, он вот этот, да, что мы понимаем, как это применять, мы имеем с тобой сразу, да, все твои стратегии эффективные и неэффективные и психологический портрет, да, психологический портрет тебя истинного и психологический портрет твоих болей, то, чем тобой манипулирует мир, как тобой манипулирует мир, и чтобы вот убрать вот эти манипуляции, я могу тебе это все рассказать, и, соответственно, дальше ты пойдешь уже без иллюзий вот этого, тобой уже, ну, как бы, нельзя будет манипулировать, и тогда ты, применяя свои эффективные стратегии, да, твой рост будет ничем не ограничен, а манипулировать тобой будет невозможно. Вот это вот самое главное и самое ценное.